Давайте будем потихоньку начинать. Тема нашей сегодняшней встречи «Почему становиться деливери-менеджером? Плохая идея». Ну, мы, конечно же, обсудим, кто такой деливери-менеджер и плохая ли это действительно идея. Собственно говоря, исходя из вашего какого-то профиля, портрета, подходит ли эта позиция именно вам. С чего хочется начать? Откуда вообще эта тема родилась? Сейчас неоднократно общались с ребятами, кто, допустим, хотел учиться на курсе или, в принципе, выбирал для себя некоторую карьерную стратегию. Люди задумываются, а идти ли мне в тимлиды, в руководители, в деливери-менеджеры, в частности. Вот сидят и думают примерно, как этот джентльмен на картинке. И не могут найти, по сути, ответа на этот вопрос. Хочется таким людям немножко помочь. Для этого мы сегодня с вами здесь и собрались. Обсудим, кто такой деливери-менеджер, разберем по косточкам, что это за роль такая. И далее попробуем сформировать некоторый такой чек-лист. Если вы условно такой, значит, вам туда идти надо. Если вы не такой, значит, избегайте подобной профессии. Коллеги, представлюсь. Меня зовут Илья Прахт. Я живу, работаю в городе Санкт-Петербург. Я СТО-консультант, тренер и ментор. Больше 13 лет работаю в IT, больше 10 в управлении. В прошлом СТО, СО разных IT-компаний. Тренер на разных площадках, много где работаю. Учился в MBA. В отусе я преподаю на двух курсах. Team Lead Senior Product Manager и руковожу еще двумя курсами. Это Delivery Manager и СО в IT. Веду небольшой блок. Седой директор. Вот здесь как раз QR-код на него. Можете перейти, посмотреть. А я закину вам в чатик ссылочку. Там бывает много всякого интересного. Ну, не всегда, конечно, но бывает, встречается. Правила на сегодня. Коллеги, активно участвуем. Собственно говоря, это не говорящая голова. Это некоторый диалог, дискуссия. Будем с вами взаимодействовать. Будем с вами общаться. Задавайте ваши вопросы. От вашего вовлечения будет зависеть та польза, которую вы сможете получить от этого вебинара, от этой встречи. Это площадка для обучения, поэтому давайте здесь учиться. Офтопики попрошу вас выносить куда-то за пределы этого мероприятия. Вопросы задавайте. Вопросы задавайте сразу же, как только они у вас появились. Чат у меня перед глазами. Я, соответственно, все это вижу и буду вам своевременно на эти вопросы стараться отвечать. Если вдруг не получится, где-то пропущу, где-то не увижу, соответственно, фоллоапните его еще раз вверх, и я обязательно на него отвечу вам. Ну и тайминг где-то от часа до полутора. В зависимости от того, сколько будет у нас с вами вопросов, постараюсь на все найти ответы. Если у вас мелковата презентация, вот можно навести на нее, и в, получается, левом верхнем углу будет кнопочка с двумя стрелочками. Можете нажать ее, она станет крупнее, по сути, на весь экран. Цели на сегодня. То есть я ожидаю, я очень хочу, чтобы по окончании этой встречи вы для себя определили, что же за роль такая Delivery Manager, попробовали примерить ее на себя и поняли свой следующий шаг в карьере. Если вы задались вопросом, идти или не идти в Delivery Manager, как раз надеюсь, что вы найдете на него здесь ответ. Как пойдем? Маршрут на сегодня. Сначала мы с вами немножко познакомимся, дальше я в двух словах расскажу об Otus, и потом с вами поговорим уже по теме, кто такой Delivery Manager, разберем особенности его работы, в чем сложность перехода на эту роль, какие компетенции нужны и важны Delivery Manager, как выглядит, собственно говоря, портрет идеального и, наоборот, не идеального, отвратительного, скажем так, Delivery Manager. Ну и после этого я обязательно расскажу вам про курс, про программу, и, конечно же, в конце небольшой бонус, карьерная информация, что сейчас происходит на рынке, ищут ли этих самых Delivery Manager, какие деньги им предлагают, и разберем несколько самых типовых вакансий, которые на текущий момент прямо открыты, прямо есть, прямо может на хахы зайти и их найти. И сам-сам в конце традиционно для нашего формата рефлексии. Будет ли запись, спрашивает Александр, Александр обязательно будет, она придет вам, по идее, на почту, должна прийти. Если нет, можете зайти на канал Отус в Ютубе, и буквально завтра, не позже обеда точно, она там, скорее всего, появится. Можно будет ее там увидеть. Ну что, давайте немножко познакомимся. Я представился, теперь ваша очередь. Коллеги, напишите, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы, какой у вас опыт работы в IT, и какие ожидания от этой встречи, чего хочется получить по итогу. Поделитесь, пожалуйста. Если вдруг вы написали сообщение, но я его не зачитал, не переживайте, эта платформа иногда немножко подлагивает. Такое с ней случается. Поделитесь, как вас зовут, откуда вы, какой у вас опыт в IT, и какие ожидания от сегодняшней встречи, чего хочется. Супер, полетели сообщения. Анастасия, два с половиной года, project manager, цель карьерное развитие. Супер, Анастасия. Развития не обещаю, но как минимум какой-то вижен этого самого развития мы с вами должны сформировать. Павел, Москва, в IT 7 лет, управление IT 7 лет. Планирую ширение обязанностей и опыта. Супер, отлично. Юлия, в IT с 2011 года с ролью руководителя проекта, но в мелкой компании. Сейчас перешла на роль Team Lead'а в более крупную. Пришла на курс, чтобы понять свой карьерный трек «Казань». Супер, отлично, Юлия. Будем с вами разбираться. Попробуем построить ваш карьерный трек. Пока запросы похожи. Более того, коррелируют с тем, что мы будем с вами обсуждать. И это, наверное, хорошая новость. Окей, давайте дальше. Давайте расскажу немножко об Отус. Не сильно долго, чтобы вас этим делом не перегружать. Итак, о компании. Сфера деятельности компании – это обучение, обучение в IT. У Отуса есть образовательная лицензия, Отус сертифицирован. И, соответственно, все курсы, они проходят определенный формат подготовки и котируются, собственно говоря, Министерством образования, как курсы повышения квалификации. То есть вы получаете вполне себе официальный настоящий документ. Направлений курсов очень много. И Отус специализируется, на самом деле, преимущественно на обучении специалистов уровня Middle, Senior, Elite и так далее. И даже менеджер и топ-менеджер. Направление – это программирование, инфраструктура, тестирование, аналитика, Data Science, GameDev, InfoBest и, конечно же, управление. Тот самый трек, в котором мы с вами сейчас находимся. Немного цифр. Больше шести лет уже Отус на рынке. И за это время было создано более 130 курсов. Больше 600 человек, преподавателей, работают с платформой, делятся своими знаниями, какими-то кейсами, помогают студентам в обучении. Больше 20, по-моему, трех на текущий момент тысяч уже выпускников прошли обучение в Отус. Ну и почти полмиллиона специалистов находятся в нашем комьюнити, следят за нами на YouTube, на Hub, на других каких-то площадках. Так или иначе, находятся в нашем комьюнити. Так, еще несколько сообщений прилетело. Илья Ташкент, руководитель отдела разработки InHouse, пришел ответить на вопрос, какие точки роста есть. Супер, Илья, отлично. Попробуем разобраться. Владимир, вы тест 2023-го Delivery Manager. О, 2003-го. Ошибочка, конечно, серьезная. 20 с лишним лет опыта, Владимир. Круто. Круто. Супер, коллеги, давайте разбираться, кто такой Delivery Manager. Как вы понимаете эту роль? Как бы вы ее характеризовали? Может быть, одним словом, двумя словами? Предлагательным, существительным? Вот что это для вас? Буквально короткая самоинтерпретация. Как вы понимаете? Напишите в чате. Обеспечивает бесперебойный процесс поставки ценности для клиента. Так, говорит Юлия, согласен, да. Основная главная функция. Продюсер, говорит Евгений, можно и так сказать, да. На самом деле, во многих отраслях, да, например, GameDev какой-нибудь или Media Production. Там, наверное, продюсер чуть шире, да. Это во многом Product Manager еще дополнительно. Ну, где-то действительно пересекается. Владелец конвейера разработки от сбора хотел от бизнеса до раскатки, говорит Павел, да, все так, все так. С точки зрения основной, наверное, цели, предназначения этой роли, вы совершенно правы, да. Давайте разбираться, собственно говоря, что она из себя представляет. Сначала расскажу вам свой путь Delivery Manager, чтобы вы понимали, да, с какой колокольни я буду вам все это рассказывать. Смотрящий за комбайнами и комбайнерами, можно и так сказать, да. Вполне себе. Некоторое время назад я работал в компании, был руководителем группы разработчиков в Саратовском филиале. Потом я стал директором этого филиала. И, по сути, это означало не только роль какого-то запоза, который занимается вопросами аренды, там, не знаю, каких-нибудь там бюджетов и так далее, да. Но в то же время это была функция роль Delivery Manager филиала. То есть, по сути, мы распределяли проекты таким образом, чтобы каждый филиал самостоятельно мог делать у себя некоторые проекты. И вот эта роль Delivery Manager первый раз мне тогда досталась. Собственно, я стал руководить группой разработчиков, группой тестировщиков и группой проектных менеджеров. Вот такая вот была у меня роль. У каждого был свой темлид, руководитель группы. И вот в этой иерархии мы немножко жили. Соответственно, я отвечал за Delivery всех проектов и, соответственно, людей на этих проектах, в этих филиалах. Потом мне достался еще один филиал в СПБ. После я сюда и перебрался. А после уже стал руководителем производства, начальником этих самых Delivery Manager. То есть, у нас было порядка, наверное, пяти бизнес-юнитов, соответственно, пяти Delivery Manager, которые работали. Ну, а потом уже в 22-м году мы пытались локализоваться в России и, соответственно, я стал исполнительным директором этого подразделения компании. Вот такой у меня был опыт, поэтому я расскажу вам свое какое-то видение. То, что мы заложили в программу этого курса и то, чему мы пытаемся здесь научить уже несколько потоков. Еще хотел бы понять, в чем разница между проектом и Delivery. Какими качествами должен обладать Delivery, куда дальше может вырасти. Хороший вопрос, Юлия. Давайте его пока припаркуем. Если мы не ответим на него по ходу нашего сегодняшнего разговора, обязательно задайте его еще раз в самом конце. Попробуем разобраться. В чем же между ними отличие? Итак, Delivery Manager. Кто это такой? По сути, это менеджер менеджера. Зачастую Delivery Manager управляет уже не конкретными людьми, а целыми командами. Как правило, у него их несколько. Несколько команд, у каждой из которых есть свои лидеры, свои менеджеры. Это Team Lead, допустим. Может быть, проектный менеджер. А Delivery Manager находится над ними всеми. Есть иные конфигурации. То есть я не могу сказать, что это единственное, которое встречается в природе. Нет, конечно. Но наиболее, наверное, такая часто появляющаяся, это вот именно она. Бывает, что Delivery Manager, он как бы где-то сбоку находится. Такая более матричная история. Но в общем и целом, если мы говорим про иерархию, она именно такая. Соответственно, у Delivery Manager несколько проектов, которые он ведет, и несколько команд, которыми он управляет. Команд, которые эти проекты, собственно говоря, и делают. Delivery Manager отвечает сразу. И за Delivery, и за людей. И здесь вот как раз мы видим несколько уже. Уже здесь можно увидеть несколько отличий от Project Manager. То есть Project Manager, как правило, отвечает за Delivery. Люди для него всего-навсего ресурсы. Ему их дали, он ими делает проект. У него их забрали, он идет и просит других. Delivery Manager отвечает еще и за людей, за их какое-то развитие, за их мотивацию, за их лояльность и так далее. Почему? Потому что задача Delivery Manager – это не... в моменте сделать проект. Его задача построить конвейер, который будет дальше эти самые проекты делать. А это значит, что нельзя взять и там где-нибудь перед дедлайном людей вот так вот выжить. Это означает, что следующие проекты просто не сделаешь. Поэтому Delivery Manager, он отвечает и за Delivery, и за людей. Его зону ответственности гораздо шире. Ну и по сути получается, что это такой middle manager между тем лидами, которые управляют проектами, ну или проектами менеджера, в зависимости от структуры компании, и условным CTO. То есть получается вот такая вот тактическая прослойка с точки зрения менеджмента. Вот такая вот интересная роль этого самого Delivery Manager. Какие задачи и функции у него есть? Во-первых, это технический менеджмент. То есть, соответственно, построение правильных инженерных процессов, которые будут работать в каждой команде его проекта. Соответственно, решение разного рода проблем, разного рода технических конфликтов, управление тем же самым техдолгом и так далее. Это все его задачи и функции. Да, что-то из этого он может делегировать, допустим, тем ли да. Но так или иначе, финально он будет ответственен за все эти истории. Вторая история – это проектный менеджмент. То есть, ну, как бы достижение основных задач проекта силами команды. Попадание вот в этот вот проектный треугольник, чтобы умещаться и в сроки, и в бюджеты, и, соответственно, в требования скоупа. Третья большая задача и функция Delivery Manager – это управление командой. От формирования, построения этой самой команды. Иногда и довольно часто перед ним лежит, в том числе, задача, допустим, найма. Найма не в смысле поиска и процессинг. Этим занимаются HR, и конкуртеры. А найма с точки зрения выбора людей, предложением каких-то условий. Также, соответственно, здесь истории про развитие людей, про их мотивацию, контроль управления их лояльностью. Вот все эти задачи, они также ложатся на плечи Delivery Manager. Еще одна большая задача, большая группа, наверное, задач, целый блок – это управление процессом. То есть помимо стандартных инженерных подходов и практик, допустим, будет у нас, не будет у нас DevOps, будет ли CICD, будем ли мы обмазывать все юнит-тестами или не будем обмазывать. Вот помимо всех этих стандартных довольных историй, нужно еще и выстраивать процессы работы внутри вот этого его небольшого подразделения. Для чего? Потому что, еще раз возвращаемся на шаг назад, основная цель, основная задача Delivery Manager – это построить конвейер, конвейер, который будет перемалывать дальше все проекты, которые к нему попадают. Соответственно, это осуществляется, реализовывается за счет правильных бизнес-процессов. Бизнес-процессов как внутри, так и взаимодействия с разными смежными командами. Еще одна такая крупная важная задачка – это взаимодействие с заказчиком. Delivery Manager по сути является, ну, таким, наверное, главным лицом, контактирующим с заказчиком, тем, кто может с ним договариваться, обсуждать, управлять его ожиданиями и так далее. То есть взаимодействие с заказчиком занимает довольно большой такой пласт времени на работу Delivery Manager. Но помимо коммуникации наружу, есть еще целая куча коммуникаций внутри. То есть Delivery Manager – это своего рода точка входа для коммуникации с командой, точка входа для топ-менеджмента компании, да, там CTO, SEO, СО, разные вот эти ребята с буквами C в начале. И другие подразделения, которые также каким-то образом взаимодействуют, допустим, с командами. Это может быть HR, это может быть маркетинг, может быть, кто угодно. Вот все эти ребята взаимодействуют, как правило, через Delivery Manager. И немножко, вот здесь вот щепоточка появляется стратегического менеджмента. Пока это не история о том, чтобы придумывать стратегию, о том, чтобы ее, чтобы выбирать путь развития, условно, проекта, да, компании тем более. Нет, пока это история про реализацию стратегии. Но это тоже важная функция, тоже нужно понимать и применять. То есть, условно, топ-менеджмент – придумать стратегию, а задача Delivery Manager – ее дальше реализовать. Реализовать в рамках того подразделения, которое у него есть, тех команд, которыми он управляет. Вот примерно такая история. Если обзорно смотреть на задачи и функции Delivery Manager, получается семь основных вот этих вот задач. Зачем оно надо? Вот если задаться таким вопросом, да, давайте разбираться. Во-первых, это достаточно интересная работа. То есть задачи разнообразные, никогда не будет скучно. Да, у вас рабочий день может состоять из целого кучи разного рода встреч, коммуникаций, общений, там, где вы будете решать разные вопросы и проблемы. Да, с утра вы, допустим, сходили на собеседование, дальше пообщались с заказчиком, после этого пообщались с топ-менеджментом, потом вам принес заявление кто-то из команды, вы отговорили его увольняться, да. Дальше пошли, разрешили конфликт кого-нибудь, с кем-нибудь, Пети с Васей, потому что они в полреквестах повздорили. Далее после обеда подумали, настроили какой-нибудь процесс взаимодействия, да, и так далее. Очень много разных, абсолютно разнообразных задач, которые приходится делать. Это действительно интересно, это не скучно. Это, опять же, новый уровень ответственности. То есть Team Lead, он отвечает условно за одну команду. Проектный менеджер чаще всего отвечает за там один проект, да, ну, иногда несколько. У Delivery Manager, соответственно, несколько команд и довольно большой пул людей, да, несколько проектов, за которые нужно отвечать. Большая зона ответственности. Это хороший трамплин для того, чтобы развиваться дальше в менеджменте. То есть, если вы видите себя вот где-то там, на уровне C-level и так далее, если вы хотите прийти туда, то Delivery Manager, именно эта позиция, очень хороший трамплин. Потому что здесь вы делаете все те же задачи, ну, некоторые из них на минималках, да, как стратегии, например, а некоторые вполне себе на максималках, как взаимодействие с заказчиком или взаимодействие с командой. Это отличная возможность потренировать свои скиллы, прокачать их здесь для того, чтобы дальше безопасно уже адаптироваться к новой роли. Естественно, зарплата выше. Если вы переходите на позицию Delivery Manager, с позиции линейного управленца, да, опять же, Team Lead, PM, тема, соответственно, зарплата будет выше. Мы об этом с вами дальше как раз поговорим, обсудим, что нам рынок по этому поводу говорит. Job Security, помимо самой зарплаты, вырастает еще и оно, да. Соответственно, если вдруг вы потеряете по какой-либо причине работу, вы будете чувствовать себя довольно безопасно. Почему? Во-первых, потому что найти хорошего Delivery Manager на рынке достаточно сложно. И, соответственно, вы будете востребованным, по сути, специалистом, да. Во-вторых, вы всегда можете довольно безопасно сделать некоторый шаг назад, небольшой дауншифтинг и, соответственно, расширить свою воронку поиска таким образом. И даже если вы сделаете шаг назад и пойдете условно Team Lead'ом, поработаете, да, не далее, чем через несколько месяцев, вам снова предложат примерно такую же позицию. Потому что, опять же, Delivery Manager хороших на рынке достаточно мало. Вот такая история. Теперь давайте поговорим про особенности. В чем они заключаются? И здесь хочется задать вам такой вопрос, коллеги. Вот, допустим, Team Lead становится Delivery Manager. Что поменяется в его работе? Исходя из вашего опыта, исходя из того, что мы сейчас обсудили, вот на ваш взгляд, что поменялось? На что здесь нужно обращать внимание? Ответственность. Однозначно вырастет. Согласен полностью. Что еще? С точки зрения, допустим, вот обычной рутины, да, ежедневной работы. Что поменяется для него? Стратегическое видение и планирование в долгую. Да, вот именно оно и появляется. Значительно шире огород. Да. Правление командами, а не отдельными людьми. Да, 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 да. То есть здесь уже менеджер менеджеров и немножко другой подход. Да. Уровень влияния. Кстати, да. Вы станете более уважаемым человеком в компании. И 12-часовой рабочий день, а 14-ти хочется немножко поплакать от такого сообщения. Но, Дмитрий, во многом вы правы, да. Чем шире зона ответственности, тем больше приходится ее закрывать. Надо, конечно, учиться работать поменьше, но иногда приходится и так. Еще больше созвонов. Да, целая куча коммуникаций. Здесь вы правы совершенно. Глубина погружения в продукт станет меньше, чтобы успевать задачи выполнять. Все так, да. Да, это важные вопросы, да. То есть действительно зона ответственности очень сильно расширяется. Условно, у вас теперь не один проект, а там 3, 4, 5. У нас у Delivery Manager в компании было до 10 проектов. При этом уровень погружения, конечно же, меньше. Почему? Потому что у вас не стало с появлением трех команд вместо одной 24 рабочих часа в сутках. К сожалению, осталось все так же 8. Вы можете, конечно, пытаться закрываться овертаймами, но довольно незначительно. В основном получается такая история, что времени примерно столько же рук, столько же две штуки никуда не прибавилось. И приходится каким-то образом выкручиваться. А значит, вы не сможете погружаться так же глубоко в проекты, как делали это раньше. На каждый Delivery уже не сходишь, каждый Pull Request уже не посмотришь. Приходится выдумать какие-то другие подходы, другие инструменты, чтобы смотреть на эту картинку как бы сверху. Действительно, становится больше стратегии, больше такого стратегического видения, понимания на шаг вперед. То есть нужно принимать решения не только в моменте, но и анализировать, как они потом аукнутся у нас в будущем, не самом далеком будущем. Ну и меньше, конечно же, оперативки. Получаются разные операционки, то есть мы поднимаемся на следующий уровень управления, тактический менеджмент. Далее у вас появляется больше сотрудников, гораздо больше. Это классная возможность для того, чтобы их одаривать своими задачами. Делегировать, делегировать, все, что только можно делегировать. Но иначе не выживешь в любом случае. Таким образом, у вас есть руки, много разных рук, которые можно подключать к работе. То есть большие возможности для делегирования. Это очень активный операционный менеджмент. Вот то, что мы с вами обсудили. Для того, чтобы построить конвейер, нужно постоянно заниматься операционным менеджментом. Что это? Это работа с процессами построения процессов, оптимизация процессов, поиск всяких разных неэффективных процессов, вырезание, убирание лишних процессов. Вот все, что касается работы с процессами, это теперь ваш хлеб. Разного рода метрики, показатели, какие-то там данные, которые нужно собирать и на основании них принимать решения. Это тоже важная часть вашей работы теперь. Опять же, глубина погружения меньше, соответственно, для вас нужны какие-то другие инструменты, которые позволят все равно держать картинку в фокусе. Что это будет? Ну, один из хороших вариантов это как раз-таки метод. Ну и работа с изменениями, потому что нельзя просто взять и поменять процесс так, как вам этого захотело. Как говорится, как того захотит моя левая нога. К сожалению, нет. Это определенный сложный такой раздел менеджмента про управление изменениями, который, по сути, упирается в работу с людьми. Работу с сопротивлением этим самым изменениям. И это нужно будет делать довольно аккуратно, делать довольно правильно. Еще одна интересная история, действительно интересная. Это вот такой симбиоз, получается, технического и проектного менеджмента. То есть вы, получается, находитесь здесь на стыке. И большинство проблем, которые вам будут доставаться, они тоже находятся где-то вот тут, где-то на стыке этих двух зон ответственности. То есть вы одновременно и понимаете техническую сторону вопроса, и в то же время понимаете с точки зрения ведения проекта, что здесь нужно делать. Очень большой простор для творчества. Не нужно пытаться подружить две эти области между собой. Вы просто в голове это все можете решить. Очень много коммуникаций. Особенно со стейкхолдерами. Стейкхолдерами разных уровней. То есть это заказчики, это, соответственно, топ-менеджмент компании, внутренние заказчики и так далее. Очень много с ними коммуникаций. Они, по сути, ставят задачи. Их интересы, по сути, вы здесь должны удовлетворить. Ну и получается, что приходится с ними договариваться, искать общий язык, постоянно синхронизироваться. Ну и, конечно же, это креатив. Креатив и решение нестандартных проблем. Почему? Потому что, скорее всего, если вы правильно все сделали, правильно построили свою структуру, наняли правильных людей, правильных темледов, они будут решать большую часть проблем на своем уровне. А вам будет доставаться самое маковое, самые сливочки. То, что они не смогли. То, что они эскалируют уже до вас. И это проблемы, которые не описаны в разных методичках, обычных статьях, топ-5, я не знаю, правильных решений, проектного менеджера и так далее. Здесь приходится уже креативить, соображать и чего-то придумывать. Ну, от этого интересно, на самом деле. В этом и суть. Сложность перехода. Коллеги, давайте сделаем какой-то шаг назад. Когда вы стали первый раз руководителем, Team Lead'ом, например, или, может быть, проектным менеджером, может быть, delivery менеджером. Вспомните, насколько было сложно и почему. Почему было сложно. Вспомните, поделитесь. Какая ваша была история на этот счет? Я могу сказать про себя. Когда я стал delivery менеджером, я попал в шоковую ситуацию, потому что все прежние инструменты управления, они перестали работать. Я больше напрямую с людьми не взаимодействую, а как по-другому, я просто не знал. И для меня это было действительно таким челленджем. Как у вас? Поделитесь. А если не было сложно, я вам завидую, она в этом случае. Отсутствие четких процессов и документации. Надо менеджить менеджеров. Да, именно так. Приходится этим заниматься. Окей, супер. Смотрите, в чем сложность перехода на роль delivery менеджера? Как мы с вами уже обсудили, это позиция менеджера менеджера. И это накладывает свои определенные нюансы на этот переход. Юрий Петрович сложен, но директор был супер вовлечен в выстраивание процесса и училась у него. Это круто, на самом деле, когда у вас есть перед глазами пример, какой-то руководитель, которому не все равно. Если он еще и может действительно уделить вам должное внимание, это супер. Остается только завидовать. Смотрите, что получается. Очень сильно меняется фокус. То есть, условно, Team Lead PM, они думают о чем? О том, чтобы сделать проект. Ну, как мы уже с вами проговорили. По большому счету, вот мы закрываем, акты последние подписываем, проект финишируем, и дальше трава не расти. Ресурсы распускаются, а мне давайте, пожалуйста, следующий проект. Вот как бы подход, видение, оно примерно такое. Хорошо, это плохо, мы сейчас обсуждать не будем, но оно такое и есть. А delivery менеджер, он должен построить систему. Ту систему, где проекты будут успешно, постоянно делаться силами как раз-таки этих самых Team Lead, PM и так далее. Поэтому он должен страховать, он должен думать на шаг вперед, он должен выстраивать систему, которая будет работать, в том числе и без него, довольно надежно долгое время. Если посмотреть на это все с точки зрения модели Adizis. Коллеги, кто знаком с Adizis, поставьте, пожалуйста, палец вверх или плюс. Кто не знаком, поставьте минус, палец вниз, например. Так, есть несколько минусов. Окей, вижу плюсы. Хорошо. Смотрите, Adizis рассказал нам такую историю, что у каждого менеджера есть четыре основные роли. Роль первая – это производитель. Это про то, чтобы пойти сделать конкретный результат здесь, сейчас. Вторая роль – это администратор. Это про то, чтобы делать работу максимально эффективно. То есть, это про эффективность, но, опять же, на коротком отрезке времени, здесь, сейчас. Следующая роль – это предприниматель, интерпренер, стратегий, визионер. Это история про как раз-таки достижение каких-то больших глобальных целей, определение этого самого вижена, движения вперед, вектора. То есть, опять же, про результаты, но где-то там в будущем. И последняя роль – это интегратор. Интегратор – это, опять же, про эффективность, про умение заставить все вместе работать как единый механизм, единая машина. Это, соответственно, тоже про эффективность, но уже в долгосрочном периоде времени. И, соответственно, по развитости этих самых ролей можно сформировать определенный код. Это позволяет понять, кто есть кто, что у вас развито хорошо. Допустим, если мы посмотрим на TeamLeader. Чаще всего его код по Одизису будет P большое, а маленькое – Е маленькое и большое. Что это означает? Это означает, что он хороший производитель. Он может взять и реализовать что-то, написать код прямо здесь, сейчас. Он довольно слабый на текущий момент администратор. То есть, он не занимается построением всех разных процессов и так далее. Такая есть у него задача, но, как правило, он ограничивается довольно стандартными подходами и практиками, которые есть. Он слаб в стратегии, ему это не особо нужно. Перед ним ставятся задачи, на него вываливается бэклог, он должен его переварить. И TeamLeader должен быть силен с точки зрения интегратора. Почему? Потому что он работает с людьми, со своей командой. Его задача – эту команду объединить и заставить работать эффективно, сформировать эту самую команду. Поэтому его код выглядит вот таким образом. Почему TeamLead – это все-таки производитель? Ну, потому что, как правило, опять же, как правило, это играющий тренер. Соответственно, если у TeamLeader будет большая команда, скорее всего, у него будет маленькое P и большое A, потому что ему нужно будет еще и процесс идти доставить. Но мы сейчас рассматриваем вот такой вариант. Деливери-менеджер в этом случае будет выглядеть как P маленькое, A большое, E большое и маленькое. То есть функции производителя у него уже очень сильно снижаются. Деливери-менеджер не пойдет и сам код не напишет. Зачастую этого от него никто никогда не требует. Он становится сильным администратором. То есть помните, мы говорили про операционный менеджмент, построение процессов. Вот это все сюда. Он должен быть в этом хорош. У него появляется стратегия. Возможно, это небольшое еще пока E, но оно точно больше, чем то, что было у TeamLeader. То есть нужно думать о каком-то будущем. Нужно, опять же, уметь реализовывать те стратегические цели и задачи, которые ставит перед вами компания. Ну и функция интегратора значительно снижается на этом уровне, потому что у вас уже не десяток, допустим, человек в команде, а условно два-три TeamLeader, которые вам подчиняются. И, соответственно, ваша задача выстраивать системы, а не заниматься активным people-менеджментом. Вот такая получается история. То есть что мы здесь видим? При переходе с роли TeamLeader на роль delivery менеджера нужно как минимум прокачать вот эти вот A и E. прокачать себе администратора, то есть научиться хорошему такому качественному операционному менеджменту и прокачать себе стратега, стратегическое мышление, умение эту самую стратегию понимать, анализировать. Но это еще полбеды, потому что основная проблема, что ко всему этому прочему нужно приглушить в себе производителя и интегратора. То есть нужно перестать пытаться самому делать руками, а, соответственно, нагружать своих TeamLeader и сотрудников работы. И нужно перестать со всеми носиться и заниматься суперактивным people-менеджментом. Теперь, опять же, для этого у вас есть TeamLeader. Ваша задача совсем в другом здесь состоит. То есть что получается по итогу? Еще и другие подчиненные. То есть, по сути, у вас теперь TeamLeader, а не сотрудники. А TeamLeader не любят микроменеджмент, не любят гиперконтроль, они любят свободу, любят как-то вот сами принимать решения, а не только лишь имплементировать все то, что им скажет их руководитель. Вот такая вот история. Итого, что получается? То есть основные сложности. Во-первых, это изменение майндсета. Майндсета, да? То есть мы теперь должны перестать думать как производитель интегратора, начать думать как администратор, стратег. Это довольно сложная история. И новые задачи, функции, новые компетенции, которые нужно себе прокачивать, чтобы эти задачи выполнять. Как быть? Есть два, на самом деле, пути основных. Первый – это пробовать набивать шишки, да? А второй – это, соответственно, учиться, а потом пробовать набивать шишки. И там, и там будет целая куча шишек. Но во втором случае вы большую их часть сможете оставить где-то там, там, где вы учились. В некоторой безопасной среде. Не приносить их с собой в условный продакшен. Вот такая здесь история, коллеги. Давайте теперь про компетенции немножко поговорим. Компетенции delivery manager. Мы с вами разобрали, что у delivery manager 7 таких основных больших блоков задач и функций. То есть это технический менеджмент, проектный менеджмент, управление командой, управление процессами, взаимодействие с заказчиком и топ-менеджментом, и другими стейкхолдерами, и стратегический менеджмент. Если взглянуть на весь этот список, на ваш взгляд, коллеги, какие функции самые важные для delivery manager? Что он из этого списка должен уметь делать лучше всего? Что бы вы сказали? Какие самые-самые топовые функции? Ответ все не подходит. Действительно все важны. Нам надо как-то ранжировать. Договариваться, говорит Вячеслав. 4, 5, 6. То есть процессы взаимодействия-взаимодействия. Да. Взаимодействие с топ-менеджментом, говорит Лена. Ага. Какие еще мысли? Стратегический менеджмент, говорит Анастасия. Отчасти. Стратегический пока все-таки на этом уровне не столь необходим. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, говорит Юлия. Круто. Давайте разбираться. Смотрите. У нас есть некоторый такой базовый светофор компетенции. То есть это среднестатистический деливери-менеджер в вакууме. Называем его так. Тот, который подойдет наибольшему количеству открытых позиций, которые есть на рынке. Как он выглядит? Примерно вот таким образом. Что мы здесь видим? То, что помечено красным, это наиболее важные функции и компетенции деливери-менеджера. Соответственно, технический проектный менеджмент – это наиболее важная компетенция. И взаимодействие, коммуникация, умение договариваться с заказчиком, с топ-менеджментом и, соответственно, с разными другими стейкхолдерами. Это самые основные, самые главные компетенции деливери-менеджера. Желтым покрашено то, что чуть менее важно, но без этого тоже ничего не получится. Это управление командой и управление процессом. Ну и зеленым помечено то, без чего, в принципе, начинать работу на этой позиции можно. Дальше вы до какого-то уровня это сможете прокачать. Вот так вот выглядит базовый основной светофор деливери-менеджера в вакууме. То есть во многом то, что вы говорили, это на самом деле откликается, похоже, сходится здесь. Смотрите, какие еще есть вариации. Вариант один – это такой деливери-менеджер решала. Это тот, кто, как правило, не сильно опирается на команду, а просто берет и сам непосредственно все везде разруливает. Все вопросы, которые возникают, все проблемы, которые у него встречаются на пути. Его модель компетенции выглядит примерно вот таким образом. То есть точно так же технический проектный менеджмент – это самый топ для него. Взаимодействие со всеми заказчиками, топ-менеджерами тоже, потому что он решал. Это основное для него здесь. Управление командой процессами для него не столь важно, потому что он все делает сам. Он не опирается на команду. Вот такой есть, не знаю, назовем это перекос. То есть не совсем правильная форма деливери-менеджера, но такие типажи, соответственно, встречаются. Типаж номер два – бывший тимлид. Тот, кто только-только-только стал деливери-менеджером и приносит за собой, собственно говоря, привычки этого самого тимлида. Как будет выглядеть его светофор? У него очень сильно прокачанный технический менеджмент, очевидно. Да, и, конечно, управление командой, потому что он вот только много-много времени, много лет, месяцев, не знаю, занимался этой задачей. У него слабее гораздо прокачан проектный менеджмент, потому что, как правило, в это он не сильно погружался, этим занимался кто-то другой. Да, у него довольно скудно прокачано взаимодействие. Оно пока неплохо, довольно неплохо для его уровня, но, конечно же, не настолько хорошо, насколько это нужно для позиции деливери-менеджера. Ну и с процессами все совсем у него не очень хорошо, и стратегию, конечно же, он тоже не знает. Вот так выглядит еще один перекос бывшего тимлида. Очень часто люди, заходя в профессию именно с позиции тимлида, будут примерно таким образом выглядеть. Еще один типаж – это менеджер портфеля. То есть это такой выросший, наоборот, из проектного управления человек, из проектного менеджера. Что у него? У него прекрасно все с проектным менеджментом, он прекрасен в управлении процессами, и, конечно же, он хорош в разного рода коммуникациях, умении договариваться. Но у него проседает управление командой и проседает, хотя довольно неплохо развит для его уровня, стратегический менеджмент. А вот с техническим все совсем плохо. И здесь, соответственно, большой пробел, который ему нужно каким-то образом закрывать. Иногда ему помогают здесь тимлиды, но, как мы вспоминаем с вами то, что мы говорили не так давно, чаще всего приходится решать проблемы как раз на стыке технического и проектного менеджмента. И вот этот самый менеджер портфеля здесь, конечно же, сильно проигрывает позиции. Четвертый вариант – это стратег. Это тот, кто улетел уже, перелетел, по сути, позицию delivery менеджера и куда-то вот туда, в C-level скорее метится. У него довольно неплохо с командой и процессами. Здесь он, в принципе, хорош. У него неплохо с взаимодействием с топ-менеджментом, со стратегией. А вот то, что касается работы уже непосредственно решения проблемы задач delivery менеджера, он почему-то здесь проигрывает. То есть технический проект и менеджмент для него не очень хороши. Ну и взаимодействие с заказчиком совсем уже ему не до этого, ему просто некогда. Он это максимально делегирует, он занимается в стратегии и договаривается с топ-менеджментом. Вот такой получается типаж. Если все их вместе собрать на единую такую табличку, мы с вами увидим вот такую вот интересную историю. Какой можно сделать вывод, глядя на нее? Во-первых, наиболее важными, наиболее главными, такими прям важнейшими, самыми необходимыми, востребованными компетенциями delivery менеджера будут у нас умение договариваться, взаимодействие с заказчиком и с топ-менеджментом. И, соответственно, технический проект и менеджмент. Чуть менее важным у нас получаются как раз управление командой процессами, да, и стратегический, наверное, самый такой невостребованный. То есть мы здесь повторяем портрет базового delivery менеджера в вакууме по большому счету. Даже несмотря на то, что типажи достаточно разные. Вот такая получается история, такие основные компетенции delivery менеджера. Понятно, что там можно их расписывать дальше. У нас есть целая матрица компетенций внутри курса. Мы ее разбираем достаточно подробно на старте, потом по ней уже, собственно говоря, учим. Исходя из всего этого, портрет идеального delivery менеджера. Как он будет выглядеть? Какие можно сделать такие глобальные основополагающие выводы? Вам совершенно точно стоит идти в delivery менеджеры, если вы, во-первых, любите и ищите постоянно ответственность. Если у вас такой тип мотивации, вас вдохновляет, когда на вас навешана целая куча всякого разного. Когда вы приходите утром на работу и у вас уже десятки сообщений, где вас кто-то ищет и задает какие-то вопросы, значит, это история про вас. Здесь вы будете кайфовать, здесь вам будет интересно. Также, если вы любите людей, потому что людей много, с ними нужно взаимодействовать, нужно разговаривать. Хотя еще у вас несколько уровней управления, несколько уровней подчиненных, они тоже творят какую-то дичь, нужно уметь их за это прощать. Поэтому здесь людей нужно, конечно же, любить. Если вы любите разговаривать, коммуницировать, общаться очень много, если вы не боитесь этого. Если вы любите всякие разные челленджи, которые будут перед вами вставать, будут перед вами появляться. То есть, соответственно, каждый день новая проблема, новый челлендж. Вот с этим придется жить и работать. Если вы одинаково кайфуете и от технических задач, и от менеджерских, то есть, если есть хоть какой-то перекос вот этого баланса, у вас будет некоторый такой раздрай, тяжеловато это все в голове будет укладываться. Надо кайфовать от того и от другого. Если вы, в принципе, мечтаете о карьере менеджера, хотите развиваться дальше, директора, все левелы и так далее, вот тогда это, опять же, для вас. Почему? Потому что ДМ хороший трамплин. Вы будете, вы увидите в этом хороший такой смысл и сможете на этом ехать. Ну и здесь, конечно, со звездочкой, да, готовы работать 24 на 7, но очевидно, что нагрузка на деливери менеджера гораздо выше, чем нагрузка на тимреда. Зона ответственности больше, да, спрашивать с него больше и, соответственно, точек коммуникации тоже больше. Конечно, это не режим работы 24 на 7, но очень часто приходится быть так или иначе на связи и работать. Что такое технические задачи? Задачи в области технического менеджмента, да, то есть то, что касается, не знаю, ну где-то архитектурных вопросов, где-то вопросов инженерных процессов, да, где-то вопросов вот этих вот технических конфликтов реализации между разными фичами задачи. Вот это вот все как раз-таки здесь подразумевается под техническими задачами. Окей. Соответственно, вам не стоит идти в деливери менеджера. Ну, в самой простой вариации, если мы везде поставим «не», да, то значит, как бы это не для вас. Если вы не любите ответственность, не любите людей, не любите разговаривать, не любите челленджа, не кайфуете. В одинаковой мере технических или менеджерских задач, не мечтаете о карьере менеджера и не готовы много сильно работать, да. Но кроме того, что еще можно сюда добавить? Вам не стоит идти в деливери менеджера, если вы крутой темлит и не можете жить без кода. То есть, очевидно, деливери менеджер уже не столь вовлечен, как раз по этому пишете, Ирина, да, вообще в технику не вовлечен. Вообще не вовлечен, наверное, такое встречается не часто, да, не скажу, что такого нет, такое есть, но встречается не столь часто. Но уровень погружения, конечно, уже не тот, код выписать не будет совершенно точно, по реквесту ревью тоже, да. Соответственно, если вы не можете без этого жить, вам будет тяжело. И тогда вот двигаться в эту сторону, наверное, не стоит. Наоборот, если вы крутой PM, вот здесь и сейчас, в данный момент, и не хотите погружаться в технику, вам нравится делать работу чужими руками, вам нравится строить какие-то процессы, соответственно, добиваться результата, решать проблемы челленджа, но вы не хотите погружать себя в техническую область. В этом случае эта профессия снова не для вас. Лучше оставаться где-то там в вертикале проектного управления. Ну и, например, если вы крутой, не знаю, скрам-мастер или аджайл-коуч или кто-то вот еще, да, в этой области и любите четкие процессы, не любите нигде выходить за рамки, это снова не для вас, потому что четкие процессы работать не будут. Здесь много креатива и решения нестандартных проблем, да. Нельзя взять, один раз настроить процессы, а потом сидеть на лавочке и любоваться, как у вас конвейер работает. Вот, к сожалению, так не получится. Нужно постоянно уметь выходить за рамки того, что вы делаете. Вот такая история, такие 10 основных пунктов. Если здесь что-то про вас, вам не стоит идти в Delivery Manager. Коллеги, есть ли какие-то вопросы на этом этапе? Если есть, поставьте, пожалуйста, знак вопроса, плюсик и напишите ваш вопрос. Если вопросов нету, поставьте минус, и мы с вами продолжим уже погружаться в обсуждение курса. Вижу один минус от Виталия. Хорошо. Коллеги, в любом случае, если вопросы появляются, даже если вот сейчас что-то появится, обязательно пишите, и мы их с вами разберем. В знакомый тоже дм не лезет технику. Все же, насколько нужно понимание техники? Смотрите еще раз. Вам не нужно понимание техники на уровне того, как правильно класс в Java написать. Соответственно, вам не нужно понимать, что такое виртуал в C-шарке. Но понимать какие-то основные базовые моменты, основные технические вопросы. И самое главное, понимать инженерные технические процессы, как они работают, для чего, какие профиты они везде дают. Вот это то, что вам нужно. Совершенно точно. Вот на этом уровне нужно понимать технику. Техническим менеджментом непонятно. Обычно такие вопросы решают отделы архитекторов, девопсов и так далее. Ладно, я не знаю. Иногда решают, иногда не решают. Здесь вопрос-то в чем? Как минимум, должен быть кто-то, кто инициирует запрос в эти профильные отделы, чтобы они пришли и решили проблему. А для этого эту проблему нужно понять, локализовать и как-то с ней прийти куда-то. Для этого надо на определенном уровне понимать, что там происходит. Вот примерно такая получается история. Хотя бы так. Знаний пейма достаточно. Когда как? Вот когда как, честно вам скажу. Иногда достаточно, в зависимости от того, насколько сложный технический продукт, и насколько у вас тимлид будет вывозить всю эту технику внутри. Вот. Иногда этого не хватает. Где можно поучиться отдельно техническим менеджментом? Хороший вопрос. Наверное, на курсе тимлидов? Наверное, как-то так. Задача ставит тоже не PM, а поверхностная техподдержка. Я не знаю, Ирина, это надо в ваш процесс погружаться, я так вот сходу не скажу. Повторюсь, это картинка в вакууме средняя по отрасли. Могут быть отклонения, они могут быть разные совершенно. Нет какой-то вот четко описанной роли delivery менеджера, которую реализуют везде все, в каждой компании. Здесь много нюансов. Выхожу из профессии, не люблю людей. Я тоже не люблю, Дмитрий. Много кто не любит. Окей. Хорошо, коллеги, давайте мы с вами немножко разберемся с курсом. Расскажу вам в двух словах о нем. Для начала про процесс обучения. Обучение проходит у нас онлайн. Точно так же, как мы здесь сейчас с вами собрались, 20 на 0 по Москве, да, соответственно, так же мы пару раз в неделю собираемся и вот в формате вебинаров общаемся, обсуждаем некоторые темы. Это онлайн живые вебинары, но тем не менее, конечно же, все записи делаются, все материалы есть. Если что, вы можете там либо пересмотреть, допустим, то, что вас заинтересовало, либо посмотреть, если не попали на какое-то мероприятие, на какой-то вебинар. У нас есть домашние задания. Примерно, наверное, в половине, да, где-то половина занятий, процентов 60 может быть, соответственно, они включают домашние задания для отработки этих самых знаний, да, превращения их в умения и дальше в навыки. Мы открыты коммуникации, вы можете задавать вопросы, у нас есть общий чат в Телеграме с преподавателями, можно кого угодно найти, спросить что-то, пообщаться, да, соответственно, задавайте. Можно задать вопрос через личный кабинет, есть для этого все необходимые инструменты. По времени. Два вебинара в неделю обычно, это, соответственно, полтора часа каждый вебинар, то есть три часа получается как астрономических, да, академических будет четыре часа. Ну и домашка в среднем занимает примерно столько же времени. Мы старались ее делать так, чтобы одно домашнее задание у вас отнимало там от 30 до 60 минут максимум. Есть, конечно, более сложные, но их не так много. В общем и целом, где-то в среднем тоже до четырех, получается, академических часов по неделю у вас будет уходить на домашние задания. Ну и программа, она, соответственно, составляется на основании, да, вот, наверное, трех таких основных больших факторов. Первый – это понимание отрасли в целом, да, некоторые опыты, которые мы привносим как преподаватели туда. Второе – это обратная связь от студентов, то есть мы тщательно ее собираем, анализируем и перед запуском каждого нового потока вносим определенные корректировки на основании того, что людям нравится, что не очень нравится, да. Поэтому пытаемся как-то это все дело тоже использовать. И третье – это текущие требования рынка. То есть мы изучаем вакансии, которые есть на рынке. Исходя из этого, смотрим, что на текущий момент наиболее приоритетно для этой позиции, что менее приоритетно. И опять же, корректируем программу курса. То есть, исходя из этого, обучение максимально, получается, коррелирует с тем, что нужно на текущий момент рынку и отрасли в целом. Так, вижу вопросы. Давайте я в чат немножко замерну. Насколько delivery manager отвечает за развитие сотрудников? Смотрите, если мы берем, опять же, классическую картинку, да, то есть delivery manager отвечает и за delivery, и за людей. Если он отвечает за людей, он отвечает за их развитие. То есть, соответственно, целиком и полностью отвечает. Сами процессы развития часто делегируют с тем лидом. Ну, это как бы правильно, они должны этим заниматься. Но построить для них систему некоторую определенную – это будет задача delivery manager. Вот примерно так. То есть сами там встречи, не знаю, какие-нибудь планы развития и так далее, этим тем лиды, наверное, занимаются. Это было бы хорошо и верно. Но обеспечить тем лидов этими самыми процессами должны delivery manager. Сколько обычно человек на курсе? Кто основной педагог? В среднем где-то 25-30 человек получается поток обучения. Соответственно, в онлайне обычно процентов 50-70, в зависимости от этапа. Кто основной педагог? Да нет основного, там на самом деле несколько человек. Я обязательно с вами, вас с ними сейчас тоже познакомлю, покажу, кто эти люди. Где поучиться техническому менеджменту, тем лиду аналитиков? Да без разницы, мне кажется, любой тем лидский курс, который так или иначе… Наверное, тем лид разработки, вот тут примерно такой. Вот есть такой курс. Я думаю, что это будет неплохо с точки зрения технического менеджмента. Насколько сложно сдавать итоговый проект? Кто комиссия, как проходит? Смотрите, итоговый проект – это еще одно домашнее задание, которое просто чуть больше, чуть шире. И, соответственно, его не так сложно сдавать, нет там ничего такого сверхъестественного. Это просто некоторая попытка собрать воедино все эти знания, которые вы получили в рамках всего курса. То есть такой большой этап рефлексии. Это занимает определенное время, у всех по-разному, у кого-то в несколько дней, например, может это занять. Но мы здесь довольно гибкие и довольно открыты с точки зрения форматов того, что вы пишете. И результатов, которые получаются. То есть для нас важно убедиться в том, что вы еще раз примерили все на себя, проанализировали и, соответственно, вынесли определенный опыт из этого курса. Вот это основная цель итогового проекта. Все остальное – это так. Вы будете что-то вести? Очень хороший спикер. Спасибо за обратную связь, Юлия. Я буду на ее очень много, на самом деле. То есть я обычно где-то в начале и где-то в конце. Но, уверяю вас, ребята, которые преподаватели, они, мягко говоря, не хуже меня. Может, местами даже сильно лучше. Окей, супер. Коллеги, продолжайте писать вопросы, если они у вас есть. А я сейчас сделаю следующее. Я переключусь на вкладку курса. Она вроде бы появилась. И покажу вам, соответственно, программу курса и познакомлюсь с преподавателями, которые будут все это дело ввести. Можете в любой момент, условно, в Google набрать Delivery Manager Otus и попасть тоже на этот лендинг. И все увидите сами. Итак, блоки. Блок 1 – роль Delivery Manager. Мы здесь разбираем, кто такой Delivery Manager. Отчасти это повторяется с тем, что мы сегодня с вами прошли. Но немножко шире в эту тему погружаемся. И далее разбираем компетенции, личные навыки. Прямо подробно по матрице компетенции проходимся, обсуждаем, как она выглядит, что должен уметь Delivery Manager. Далее блок проектный менеджмент. Здесь мы разбираем, в чем отличие, в чем особенности проектного продуктового подхода управления. Какие есть методологии. Как, в принципе, выстраивается управление Delivery, управление поставками. Какие бывают стандартные проектные проблемы, которые решаются довольно-таки просто и понятные. Какие нестандартные и какие инструменты могут вам в этом случае помочь. Далее блок технического менеджмента. Как раз такие. Здесь мы погружаемся, разбираем основные базовые инженерные процессы. Разбираем тему оценки проекта валидации решений, который делается. И разбираем типичные задачи технического управления. То есть что встречается чаще всего. Далее управление процессами. Что у нас здесь? Здесь мы говорим про операционное управление внедрения изменений. Про метрики KPI говорим, а также про построение собственных процессов. Ну и разбираем отдельно тему контроля здоровья проектов. Потому что, по сути, для Delivery Manager это одна из важнейших вещей с точки зрения управления процессом. Управление командами. Большой блок. Здесь сделал акцент на том, что мы не разбираем зачастую вопросы персональной мотивации людей. Мы здесь говорим о том, как построить правильную систему. Начинаем с аудита. Как провести аудит команды. Дальше разбираемся с разными организационными структурами. Разбираем системы мотивации, коучингом, встречами один на один с точки зрения развития и работы с темлидами. И построение системы мотивации для всех сотрудников. Далее системное развитие сотрудников. Как раз вот к тому вопросу, который задавали. Разбираемся с кадровым резервом, как его построить. Наим и оценка. Разрешение конфликтов. Увольнение. И контроль состояния сотрудников. ЕНПС и другие инструменты, которые помогают с этим работать. Далее у нас блок про коммуникации. Здесь мы говорим про конструктив и умение договариваться. Говорим про переговоры. Учимся правильно их проводить. И разбираем отдельно темы взаимодействия с заказчиком и взаимодействия с руководством. И последний, но не по значению, блок – это стратегия. Здесь мы говорим про цели полагания и про бюджетирование. То есть работу с целями и работу с финансами в рамках вашего подразделения. И завершает все это дело проектный модуль, где у нас три встречи, как правило. Сначала мы выбираем тему, обсуждаем, как, собственно говоря, будет организована проектная работа. Далее у нас есть консультация. И, собственно, в конце – защита. Защита онлайн – это история сугубо добровольная. Здесь мы никого не заставляем. Соответственно, вы можете защищаться онлайн, можете защищаться онлайн. Никаких проблем с этим нет. Павел пишет, что вынужден уйти. Большое спасибо за встречу. Вы прекрасный спикер. Спасибо за обратную связь, Павел. До новых встреч, как говорится. Приходите снова. Окей. Вот примерно так выглядит программа, коллеги. Примерно так. Преподаватели. Давайте я вас с ними познакомлю. Я руководитель курса, ваш покорный слуга. Вроде бы уже все про себя рассказал. Андрей Фомин. Андрей – руководитель подразделения проектного управления. Он вообще не из IT, и это интересно. То есть он ведет блок проектного менеджмента и рассказывает, как это, в принципе, реализовано. Да, у него есть опыт работы в IT, поэтому он в этой теме тоже разбирается. Но интересно именно то, что он как бы не IT-шник на текущий момент. Поэтому рассматривает тему под определенным углом. Далее. Дима Белоусов. Дима на текущий момент – senior director production, то есть, соответственно, руководит delivery менеджерами в одной небольшой международной компании-консалтере. И Макс Дроздов. Он тоже руководитель подразделения, технический менеджер в Яндексе на текущий момент, если я не ошибаюсь. У Макса очень большой разнообразный опыт. Он прошел путь разработчика. Был очень долго проектным менеджером, потом delivery менеджером. Вот сейчас похожие роли. То есть в Яндексе это технический менеджер, очень похож на самом деле на delivery менеджер. Только с уклоном немножко в технику. Вот такая команда, такие преподаватели. Так мы вчетвером пытаемся рассказать ту самую программу, которую я вам сейчас показывал. Коллеги, есть ли здесь какие-то вопросы по программе, по преподавателям? Может быть, еще какие-то вопросы? Так, как часто потоки курса запускаете? Июля один раз в три месяца обычно не запускается. То есть каждые три месяца мы стартуем следующий поток. Пока так. Как оценивают работу delivery менеджера? Какие топовые KPI у него? Что важно для компании, когда она нанимает на работу delivery менеджера? Хороший вопрос, Вячеслав. Что важно, давайте мы сейчас как раз посмотрим вакансии. То есть по большому счету все, что мы обсудили, семь вот этих основных задач и функций, они и проверяются. И обычно это совпадает с точки зрения приоритетов с тем базовым светофором, который мы обсудили. То есть первым идет технический проектный менеджмент и коммуникация. Далее управление командой и управление процессами. И в конце немножко про стратегию. Вот обычно как-то так получается. Как оценивают работу? Ну, основные какие KPI у него? Чаще всего это история про текущее состояние его проекта. Иногда туда добавляют команду, ну, основной, наверное, все-таки это delivery, все-таки delivery менеджер. И вот здесь как бы вот разные KPI вокруг этого самого delivery. Мы у себя в компании выстраивали систему контроля за состоянием проектов. Соответственно, там классический светофор, да, то есть good, warn, critical, желтый, зеленый, красный. И одним из KPI было то, что у тебя не должно быть больше определенного количества critical за период времени. То есть как бы все проекты должны идти хорошо в зеленой зоне, да, там закрываться вовремя, заказчик доволен, все обязательства выполняются и так далее. Вот примерно таким образом. Обычно delivery менеджер ответственный за delivery. Мы пытались навязать им некоторую дополнительную зону ответственности с точки зрения финансовых успехов в проекте. Но в итоге от этой темы отказались и выдали финансовую ответственность в CTO, то бишь мне. И, соответственно, разделили тем самым, сделали такой искусственный конфликт интересов, который позволил находить баланс и компромисс постоянно. Вот такая, наверное, здесь история, Вячеслав, получается. Будет ли плюсом пройти курс DM, но сначала применять в роли PM? Да, почему нет, на самом деле. То есть смотрите, как бы этот курс, он дает вам возможность получить новые знания и как-то потренироваться. Как вы потом будете их применять в жизни, но это вопрос к вам. И на самом деле, получив некоторые компетенции delivery менеджера, скорее всего, вы сможете стать круче и как проект менеджер, сможете брать на себя более сложный, более крутой проект. То есть, в принципе, можно и по этой ветке продолжать развиваться, просто у вас появится еще некоторая база знаний. Мне кажется, это неплохо. У delivery разве PM в подчинении? По-разному, Илья. То есть где-то это PM, где-то это team lead, в зависимости от орг структуры. Где-то и те, и другие, на самом деле, а delivery менеджером вообще третье измерение этой матрицы получается. Очень сильно зависит от орг структуры. У нас в компании мы выстроили в итоге проектную структуру управления, и, соответственно, у нас были team lead, над ними delivery manager. PM – это были такие ребята, которые занимались скорее администрированием проектов, и они подчинялись тоже delivery менеджером, но не подчинялись никак team lead. Вот у нас такая была структура. То есть и те, и другие у нас подчинялись delivery manager. Вот. Не скажу, что это эталон, опять же, да, то есть, может быть по-разному. Либо те, или в другие, либо те, и другие. Примерно так. Так, хорошо. Я вернусь, наверное, на наш, на нашу презентацию. Коллеги, повторюсь, появляются вопросы, пишите, мы обязательно и все с вами разберем. А я вам давайте расскажу немножко карьерной информации, да, то, что мы тут пособирали. Собственно, в марте было выявлено на текущий момент 189 вакансий с названием delivery manager на хэ-хэ, да. Много это или мало? Вопрос сложный. Условно, team lead примерно в 10 раз больше. Вот. Соответственно, delivery manager выщет примерно в 10 раз реже, чем team lead. Ну, просто, чтобы вы понимали статистику. Уровень зарплат. Очень вот усредненно по рынку, да, то есть, получается, условно, начинающий delivery manager, это где-то в районе 200 тысяч рублей. Middle, middle plus, опытный такой специалист, где-то 350. Ну, а senior, зачастую senior delivery manager, это уже такой либо начинающий C-level, либо даже местами опытный C-level, это там 500 и выше тысяч рублей. Вот примерно такой уровень зарплат получается, зарплатных вилок по этой позиции. Давайте посмотрим несколько таких типовых вакансий, которые встречаются. Допустим, вот в Киеве хотят, да, что хотят там? Высшее образование, аналогичный опыт, финтех хотят, да, опыт взаимодействия с стейкхолдерами. Помните, мы про это как раз говорили, про коммуникацию, умение договариваться. Опыт постановки задач, гибкие подходы, вот оно, управление проектами на проект менеджменте. Понимание интеграционного взаимодействия IT-системы, тут, кстати, про технический менеджмент вопрос, да. Ну, и тут рабочие английские еще хотят. Вот такая вот вакансия. Здесь, соответственно, основные акценты расставлены таким образом. Вакансия номер два, допустим, в Сбербанк, в Delivery Manager, хотят немножко опыта от одного года, всякие джиры, конкуринсы и так далее, да, желательно опыт работы в роли инженера. Обратите внимание, да, тоже неспроста, то есть это про технический менеджмент. Опыт взаимодействия с командой разработки, с другими смежниками, снова окунаемся во взаимодействие и коммуникации. Понимание архитектуры, это снова у нас технический менеджмент. Экспертное решение конфликтных ситуаций, это про people менеджмент уже, да, опыт формирования проектной документации. Не знаю, зачем это нужен Delivery Manager, но, видимо, Сбери нужно. И Delivery Manager в альфа-страховании, да, что они говорят? Опыт управления IT-командами, понятно. Опыт управления проектами, вот он, проектный менеджмент. Умение работать с метриками, способность анализировать, делать выводы. Операционный менеджмент, вот и он, да. Умение проводить эффективные встречи, выявлять проблемы про коммуникации, про критическое мышление, про анализ. Умение фокусировать себя окружающих на важных точках, на важных задачах с точки зрения бизнеса. Вот такая, получается, история снова про коммуникации здесь. Здесь вот ничего, обратите внимание, нет про технический менеджмент. Вот такая, получается, вакансия. И еще одна какая-то компания Delivery Manager, да, что хотят? Опыт Scrum Master, понимание Agile, знание Scrum Kanban, все это в Jira Confluence, наличие сертификатов, понимание основ документа оборота. Что мы видим здесь? Здесь мы видим полное отсутствие технического менеджмента как такового. То есть здесь большой перекос идет вот скорее в роль менеджера портфелей, да, вот ближе туда получается. То есть, соответственно, нужно хорошо понимать в проектном менеджменте, и тогда для вас эта позиция открыта. Вот такая, получается, здесь история. Не нашла на ХХ за 350 тысяч рублей. Были такие на самом деле? Буквально сам видел недавно. Они могут называться немножко иначе, да, там инжиниринг менеджер может быть, что-то такое. А цифры ЗП это, ой, я не знаю, честно говоря, груз, не груз, не скажу вам. Кто аналитику собирал, я у них такой вопрос не задавал. Был бы хорошо в курс добавить блок про подготовку к САБСам, разбор возможных вопросов. Смотрите, у нас есть обычно некоторые консультации, да, то есть, опять же, вот перед защитой проектных работ мы это в формате Q&A сессии проводим. И это возможность позадавать вот такие вот вопросы, которые не раскрыты, допустим, в рамках курса. И, соответственно, вопрос про САБСы можно туда принести и его подробно разобрать, почему нет. Вот такие вещи мы тоже делаем. Прям добавить занятие про это, не знаю, насколько это на самом деле востребовано. Подумаем над этим. Подумаем, пособираем обратную связь. Спасибо за идею. Окей, коллеги, давайте потихоньку будем завершаться. Давайте пробежимся по основным моментам, которые мы с вами разобрали. То есть, кто такой Delivery Manager? Это менеджер менеджера. У него несколько проектов и несколько команд подчинений. Он отвечает и за Delivery, и за людей, которые делают это самое Delivery. По сути, некоторый middle manager между Team Lead и CTO. Далее. Задачи и функции. Это семь основных задач. Технический менеджмент, проектный менеджмент, управление командой, управление процессами, взаимодействие с заказчиком, взаимодействие с другими стейкхолдерами и стратегический менеджмент. Далее. Особенности работы Delivery менеджера. Широкая зона ответственности, при этом меньший уровень погружения. Меньше оперативки, но больше стратегий. Много сотрудников и большая возможность для делегирования. Активный операционный менеджмент. Симбиоз технического проектного менеджмента. Очень много коммуникаций и креатив в решении всяких разных проблем. Если посмотреть на компетенции, то они выглядят примерно таким образом. Для базового среднестатистического Delivery менеджера самыми главными являются технический проектный менеджмент и взаимодействие с заказчиком и стейкхолдерами. Менее важными являются управление командой, управление процессами. Ну и совсем уже где-то там на задворках у нас стратегический менеджмент. Вам стоит совершенно точно идти в Delivery менеджеры, если вы любите ответственность, любите людей, любите разговаривать, любите челленджи, а также одинаково кайфуете от менеджерских и технических задач, мечтаете о карьере менеджера, ну и готовы работать довольно много. И не стоит, если ничего из этого не про вас, или же вы крутой темлит и не можете жить без кода, вы крутой PM и не хотите наоборот погружаться в технические вопросы, либо вы крутой, допустим, скрам-мастер, для вас категорически важно настроить процессы и дальше кайфовать, как все работает. Вы не любите выходить за рамки. Вот такая получается история. Коллеги, поделитесь, чем уходите, что для вас там самая полезная информация, топ-1 инсайт, который был у вас, который вы уносите с собой. Можно скидку на курс получить, спрашивает Юлия. Юлия, я думаю, что после занятия с вами обязательно свяжутся наш отдел продаж, да, и вы этот вопрос обсудите. Какие-то, наверное, есть опции, я не знаю. Я, честно говоря, не продаю, поэтому ничего вам здесь точно сказать не могу. Оказывается, Delivery может получать 500к. Теоретически может. Таких вакансий немного, но они существуют. Там просто шажок уже очень маленький между таким вот сеньорным Delivery менеджером и условно там CTO каким-нибудь таким C-level. Немного с другого ракурса подсветили, да, им интересно. Супер, отлично, Дмитрий. Сколько стоит курс? Давайте посмотрим. Если мы перейдем обратно на лендинг, отмотаем куда-то вверх и поищем, сколько он стоит, мы с вами должны узнать эту информацию. Знать бы еще, где она находится, было бы совсем хорошо. Во! 82 740 рублей. Можно в рассрочку. Вот столько он стоит. Так, супер. Спасибо, коллеги, за вашу обратную связь. Насколько достигли целей сегодняшней встречи? То есть мы с вами хотели определить, понять роль Delivery менеджера, примерить это дело на себя и понять ваше или не ваше, идти туда или не идти. Насколько получилось, поставьте, пожалуйста, плюсы, минусы, да, там пальцы можно какие-то поприменять, вверх-вниз, насколько здесь сложилось. Было интересно, спасибо. Спасибо вам, Юлия, за обратную связь. Есть над чем подумать. Это отлично. На мой взгляд, это лучший на самом деле результат любого обучающего вебинара. Если вы уходите с мыслями, что есть над чем подумать, значит, действительно было полезно. Было интересно, спасибо. Спасибо, Вячеслав, за вашу обратную связь. Коллеги, спасибо за вашу работу. Без вас ничего бы не получилось. Супер! Отлично. Мы будем тогда завершаться. Что хочешь сказать в конце? Я сейчас, на самом деле, это говорю, но актуальности оно не теряет. Менеджмент находится на стыке науки и искусства. И получается, что по большому счету, вот то, что касается науки, этому можно научиться. Можно и нужно. Для этого есть книги, разные там, я не знаю, материалы, всякие блоги, опять же, там курсы, которые разрабатываются. А вот то, что касается искусства, это уже лично ваша какая-то история. Здесь нужен опыт. То есть для того, чтобы стать хорошим менеджером, нужно сначала этому научиться, а потом долго обкатывать эти умения на практике. Чего я вам, коллеги, и желаю. Если вы выбрали этот путь, становитесь хорошими менеджерами, получайте опыт, получайте знания, двигайтесь по этому карьерному треку. В целом, наверное, все. Еще раз о курсе, коллеги. Мы стартуем уже очень скоро. Ближайший старт 26 марта, получается, на следующей неделе. Собственно, QR-код на лендинг курса. Но вы его легко можете, как я сказал, сами найти, если в гугле вбьете Otus Delivery Manager и, соответственно, попадете именно на него. Здесь, наверное, будем потихоньку с вами завершаться. Коллеги, пройдите, пожалуйста, опрос. Вот он здесь в прикрепленном сообщении. Я еще раз сейчас ссылочку продублирую. Для нас категорически важна обратная связь, поэтому, пожалуйста, заполните, что получилось. Для этого надо будет залогиниться под тем аккаунтом, под которым вы регистрировались сюда. Так, вопросы вижу. Был очень интересно. Спасибо. Спасибо, Артур. Про каждый курс есть подобные вебинары. Да, перед стартом каждого потока обычно проводится несколько вебинаров, чтобы рассказать про курсы, про программу и про основную идею. Поэтому, да, можете на самом деле зайти в Otus, выбрать курс, который вам интересен, и там ниже отмотать на лендинг, вы увидите, какие ближайшие мероприятия по этому курсу проводятся. То есть можно посмотреть, увидеть. Длительность курса 5 месяцев. 5 месяцев без учета проекта. То есть проект он там делается обычно еще месяц. Вот. То есть именно с точки зрения вебинаров, лекций, да, он 5 месяцев длится. Супер. Коллеги, еще раз позволю себе поделиться ссылкой на мой телеграм-канал. Подписывайтесь. Там бывает много всякого разного интересного. Если какие-то остались вопросы, пожалуйста, задавайте. Если вопросов нету, будем с вами потихоньку расходиться. Спасибо за ваши реакции, коллеги. Спасибо. До скорых встреч. Да, Юля, до скорых встреч. Приходите снова. Будем рады видеть. Супер, коллеги. Тогда всем еще раз спасибо. Желаю вам хорошего завершения этого вечера. Ну и в целом хорошей продуктивной недели, которая только началась. До новых встреч, новых мероприятий. Или где-то уже внутри обучения, если вы выберете курс. Спасибо. И всего вам доброго. Спасибо. 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 Спасибо.